Приветствую вас, и давайте мы начнем с того, что вы в своих высказываниях, в своих мыслях, в своем письме, вопросе используете такие слова, как перенос, сценарий, что, в общем-то, является профессиональными терминами. И, на мой взгляд, когда клиент использует профессиональные термины, он всегда отдаляется от истины, он всегда замещает, заменяет свои чувства этими словами. Вот в психологии подобные моменты принято корректировать, принято не поправлять, конечно, но поправлять, скажем так. То есть, чтобы человек понимал, когда он говорит своими словами, а когда говорит словами других людей. Очень важно знать, откуда вы взяли эти слова. Очень важно знать, работали ли вы с психологом до этого, и если да, то каких результатов достигли, достигли ли. Потому что, опять же, ваше знание о том, что такое сценарий, да, и как бы знание о переносе, это здорово, что оно есть. Но вопрос в том, как вы его используете. И если оно было получено в негативном ключе, да, то, собственно говоря, вряд ли оно вам идет на пользу сейчас. Что касается проблемы в целом и по сути, то если иметь место быть сценарий, если иметь место быть перенос, да, то работать нужно, как правило, с возрастной регрессией, да. То есть, человек входит в возрастную регрессию, то есть, возвращаемся эмоционально, мысленно туда, в те ситуации, когда вы рабили перед своим папой. Вот. Проживаем эти ситуации заново, поступаем в этих ситуациях по-другому, не так, как вы поступали тогда. Вот. Стараемся лучше понять отца и перестаем перекладывать ответственность за свои какие-то желания, за свои чувства, за свои эмоции, за свое поведение. Точнее, мы, вы сейчас, значит, вы сейчас переносите ответственность на отца своего. Вот. А нужно, чтобы вы брали, значит, на тебя эту ответственность. Это называется, называется личностный рост, то, что, ну, то, о чем идет речь, называется личностный рост. И можно говорить о том, что в том числе, в том числе, личностный рост осуществляется и через выработку модели женского поведения. Мобили вашей, вашей, вашей модели женского поведения. Вот. И, собственно, именно так, вот через данные аспекты, да, то есть, можно будет и поработать с отцом. Да, то есть, может, в психологии есть такой прием, когда человек, человек как бы от своего, значит, ну, от своего лица, находясь в состоянии осознавания, осознавания, проживает то, что, значит, чувствуют его родители, вот. И тем самым, может лучше понять своего родителя и, собственно, не испытывать каких-то негативных эмоций по этому поводу. Вот. То есть, вы не повзрослели. Как ребенок, вы думаете, что если ваш отец как-то негативно относится к вам, да, то есть, вы был отстранен и так далее, то вы считаете, что проблема в вас, на самом деле. Что является, как раз таки, проявлением того, что вы не до конца зрелая личность. Вот. И, соответственно, для того, чтобы созрелая, нужен личность и рост. А для этого нужно сместить, сместить акцент восприятия с себя на других людей. Вот. То есть, другие люди могут делать какие-то вещи по отношению к вам, просто потому что могут. И для этого у них нет причин, связанных с вами. Вы пишете в своем тексте, что, значит, робеете перед мужчинами, как пятилетний ребенок и ждете заботу. Робеете, почему, почему? Потому что не уверены в себе, да, потому что, возможно, есть какое-то невротическое чувство у вас к нему, к ним, точнее, к мужчинам. Вот. Может быть, комплекс электро, например. Можете почитать об этом в интернете. Вот. Может быть, что-то еще. То есть, в любом случае, не уверены в себе есть. А что касается того, что ждете заботы, то это опять же ждете заботы, потому что что-то нужно вам. Но я жду заботы. А почему я жду заботы? Почему я не беру ответственность на себя за то, что мне нужно. За то, что я хочу получить. Мне кажется, что эта тема нуждается в проработках. Вот. С другой стороны, с другой стороны, есть и несколько более простой, но в то же время такой, знаете, поверхностный, поверхностный способ. По факту, по факту, вы здесь находитесь в треугольнике Карпмана. Вперва вы являетесь своего рода тираном или спасителем, к которому тянутся мужчины. А, по-моему, вы становитесь преследователем. Но, кем бы вы ни были, вы все равно жертвы. И вот, если вы в процессе реализации своего поведения будете отслеживать то, что с вами происходит, да, то, что вы хотите, если вы будете брать так называемую паузу свободы, которая состоит из нескольких вопросов. Да. Первый вопрос. Кто я? Вопрос второй. Чего хочу? Вопрос третий. Какую цену я готов за это платить? Я полагаю, что, значит, такие вам можно дать рекомендации. Но, конечно же, конечно же, ну, такого рода рекомендации, такого рода рекомендации, они достаточно поверхностные. Вот. И все равно вы нуждаетесь в индивидуальной работе. То есть, ваш отец, вот, что плохого он вам сделал, да, по-вашему мнению, что плохого он сделал вам, и как вы реагировали на это, на то плохое, что он вам сделал, что он вам сделал. Какой была ваша реакция? Понимаете? И какой она могла бы быть? Постарайтесь поставить себя на место, сбываться, тоже такой достаточно важный момент. Если мы хотим вам помочь, если мы хотим, чтобы у вас, ну, чтобы у вас появилась свобода, да, в поведении, вот, то нужно завершить отношения. С папой. В гестант-психологии, в гестант-терапии, проработка, проработка, это когда человек снова и снова возвращается в одну и ту же ситуацию, и раз за разом ее проживает до тех пор, пока она ему, пока она ему не будет, ну, пока ее болезненность уйдет, да. И ему не станет легче. В общем, именно прорабатывать, именно проработка этих вот этих моментов каких-то, она заключается в этом. Ну, с точки зрения гестант-терапии. Вот. Ну, и, эм, с точки зрения попредношной сфер, сферы, ну, например, с точки зрения гуманистической психологии, да, вам можно ответить так, что вот вы рабеете перед, эм, мужчинами. Чего вы хотите в этот момент. Эм, значит, ждете заботы, хотите заботы для себя, чтобы что, какое желание за этим, за этим стоит. Вы пишите, э, сначала мужчина ко мне тянется, как вы в этот момент себя ведете, потом он отстраняется, как вы в этот момент себя ведете, как вы, э, расцениваете это, чего, чего вам хочется в этот момент. Эм, начинаю переживать, из-за чего, по какой причине, делаю все, чтобы его вернуть, зачем, э, кого-то возвращаю. Насильно. Эм, но все, это борьба за, за мужское внимание. Борьба за мужское внимание продиктованная, чем, чем, чего не хватает вас, чего хочется. Вот. Понимаете. Эм, конечно, сходство с папой, оно, скорее всего, скорее всего, очевидно, что, ну, скорее всего. Но, даже если оно и очевидно, э, э, сходство с отцом, то все равно вы говорите, что на некоторых мужчин у вас перенос. То есть, либо, либо, эм, какие-то качества определенные вас, эм, скажем так, ну, не задевают, да, это, наверное, слишком, эм, слишком такое плохое слово задевают. А, может быть, не задевают, но именно, э, привлекают, может быть, да, может быть, так, я думаю. Вот. И, соответственно, уже исходя из этих качеств, а точнее, из того, какие желания они в вас вызывают, эти качества, да, то есть, какие чувства, эмоции, откуда они. Вот. Уже можно будет исходить. Ну, и, э, вам очень полезно будет работать с чувствами. То есть, э, как много, как часто вы делаете, э, какие-то вещи для себя вообще. То есть, как много вы себе позволяете, как много вы реализуете свои чувства, как часто вы это делаете, как много вы это делаете. Вот. Как часто хвалите себя, как часто делаете что-то для самой же себя. Да. Это все важные моменты, если мы хотим, опять же, вам помочь. Вот. что, э, если вы работали ранее с, э, с психологом, да, то мне, э, мне не очень понятно. Ваша. Ваша. Подстановка вопроса. То есть, э, в каком смысле, да? А, если вы работали с психологом, то, наверное, вы знаете, что, что универсального рецепта выйти из сценария нет. Есть поведенческие триггеры, есть желания, есть установки, предрассудки, которые и, э, обусловили у вас наличие, вот, того, что с вами сейчас происходит. И, если бы вы могли бы сами, э, избавиться от, э, этого, то, наверное, вы бы, ну, не пришли бы к нам, да. Наверное, вы, э, не стали бы работать, не стали бы выяснять, что это значит, что такое сценарий, что такое перенос, и так далее. Кстати говоря, перенос, это механизм, механизм защиты. То есть, когда человек фрустрирует. То есть, фрустрация, это невозможность для себя, да, реализовать то, что хочется прямым образом. Вот. Я полагаю, что нужно вам хотя бы нужно понять, что именно вы не можете реализовать. Хотя, на первом этапе. Не обязательно исправлять, но хотя бы понятно. Вот. И ваша постановка вопроса, да, когда вы говорите, как, это вызывает, э, сомнения в том, насколько вы готовы, э, ну, работать над собой, да, насколько вы готовы, готовы работать с, э, психологом. Вот. И, может быть, вы рассчитываетесь, что справитесь, справитесь сами. Вот. Если так, то в этом ничего плохого нет, но тогда, э, больше времени уйдет. Что касается литературы, то её я порекомендовать вам не буду, потому что считаю, что клиентам она вредит литература. Вот. Но, тем не менее, если вам хочется, то это ваше право. Вот. Ага. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Эм, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Э, э, если вам понравился мой ответ, э, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я вам желаю всего, всего, всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...